Не секрет, что главные экспортные рынки для марки LADA — соседние Белоруссии и Казахстан. Притом на казахском рынке нечего делать без местной сборки, ведь иначе за каждый ввезённый автомобиль приходится платить нескромный утилизационный сбор. Так, при объёме двигателя от 1 до 2 литров размер сбора составит без малого миллион тенге, а это на секундочку почти 200 тысяч наших рублей. Поэтому LADA для Казахстана из российских комплектов долгое время делала компания Asia Auto из Усть-Каменогорска. В 2016 году партнёры даже надумали возвести завод полного цикла. Однако конвейер до сих пор не построен, а машины делались методом отверточной сборки. И власти Казахстана совершенно справедливо потребовали возместить предоставленные компании льготы. После подсчётов оказалось, что таможенные и налоговые послабления, а также инженерная инфраструктура, предоплаченная государством, тянут на 417 миллионов долларов. Хотя инвестиции и налогов владелец площадки за то же время уплатил больше миллиарда. В итоге сейчас Asia Auto находится на грани банкротства. Работа остановлена, а люди распущены. Соответственно, дилеры Lada вполне ожидаемо остались без автомобилей. И с этим надо было что-то срочно делать. Поэтому АвтоВАЗ нашёл нового индустриального партнёра – компанию Allure Auto, который принадлежит Кастанайский завод со сложным названием Sararco Autoprom. Там уже наладили сборку Niva Travel, а вскоре организуют выпуск других моделей. Следующая новость от родственной марки Renault. У коммерческой модели Kangoo появилось третье поколение. И французы, мягко говоря, удивили. По правому борту боковые двери, сдвижная и распашная, открывают проём без центральной стойки. В итоге для погрузки багажа открывается полутораметровое пространство, а называется хитроумная система OpenSESAM, то есть СИЗАМ, откройся. Вторая инновация – стеллаж для длинномеров под потолком. Моторов всего пять. Пара версий бензиновой турбочетвёрки, что знакомы россиянам по Аркане и Дастеру, а также троицы дизелей одного объёма. В продажу пойдут стандартные и длиннобазные варианты, которые вскоре обретут пассажирские версии. Из любопытного отметим износостойкую обивку, усиленную звукоизоляцию, а также возможность организовать настоящий мобильный офис. Для этого есть складной столик, беспроводная зарядка смартфонов, плюс несколько розеток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok